Надо задаться вопросом, а кому выгодно? Кому это выгодно, что мы друг друга лупим? Может, все-таки давайте заглянем вовнутрь происходящего. На той стороне фронта, на той линии фронта, не такие же работяги сидят. Не такие же крестьяне. Не те же православные. Не те же, допустим, крестьяне, католики и так далее, которые тоже молятся, тоже в церковь ходят по воскресеньям, все положено. Не такие же? Такие. Тогда вопрос, кому выгодно, что мы друг друга бьем? Зачем бьем? Не для того ли, чтобы мы друг друга уничтожили на радость кое-кому? Так, может, пора действительно в диалог вступать не просто в Минске, допустим, на переговорах, да? Между одним правительством, другим правительством и пицционером. А может, все-таки напрямую начинать диалоги вести? С простыми людьми? Такими, как мы с вами, такими, как на той стороне. Простые же люди, которые попали в эту мясорубку. А у вас были такие попытки в прямой эфир? Ну, вот были, да, телемосты. Сейчас я хочу провести эту встречу, но уже не с этими комбатами, а непосредственно с этими командирами подразделений, которые стоят напротив нас. С представителями ОБСЕ я уже это оговорил. Почему бы нам не провести эту встречу, пускай на линии фронта, пускай в палатке, да, под буржуйку. Ну, почему не посмотреть друг в друга в глаза и не задать конкретные вопросы? А за что мы воюем? Или против кого мы воюем? В той стороне рассказывают о том, что это российская агрессия и все остальное прочее. Российские войска. Где они? Я представитель российских вооруженных сил? Нет. Я представитель вооруженных сил Новороссии. Что у вас в паспорте написано? Гражданство Украины. Вот тебе, пожалуйста. Так против кого они воюют? Нам, стоп, перебью, перебью. Нам в то же время некоторые те же блогеры начинают рассказывать, что мы воюем против фашистов. Да вы меня извините. Если брать в соотношение фашизма, да, допустим, той же Великой Отечественной войны, ССФК подразделения, все остальное прочее. У нас сейчас фашистов может быть полпроцента на одно подразделение вооруженных сил Украины. То есть чисто идеологическая составляющая, то есть тот же, допустим, политрук. И все. А все остальные это колхозники, рабочие, предприниматели, те, которые заграбастали в военкомате для того, чтобы они служили дальше в окопах. Увелизация.